Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Mercedes-Benz E-Class. На видео автомобиль в комплектации E200, 4Matic, Sport, с бензиновым мотором объемом 2 литра turbo, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля – синий металлик. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 19-го диаметра шинами размерностью 245 на 40. На задней оси колеса 19-го диаметра шинами размерностью 275 на 35. В заднем бампере расположен парктроник. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из кожи и алькантары. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Длина подушки сидения регулируется вручную. Сидение оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения заднего противотуманного фонаря. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 97 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в левом фонаре. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Извращаемся в левом фонаре. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию о состоянии автомобиля, информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы, телефона или навигации. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12 и 3 дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанции или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой и с картами. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с возможностью выбора цвета. Фондай большой. Ок, фондай. Фондай большой. Фондай. Фондай большой. В меню «Информация» на дисплей можно вывести данные о состоянии автомобиля и информацию маршрутного компьютера. Меню «Настроек автомобиля», «Отключение системы стабилизации», «Включение системы защиты от буксировки», «Включение противоугонной сигнализации», «Климат-контроль двухзонный». Включим систему с помощью кнопки «Авто». Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Управлять климатом можно с помощью физических кнопок или с помощью графики на дисплее. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка «Переключение рециркуляции воздуха». Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка «Подогрева водительского сидения». Подогрев трёхрежимный. Потолок чёрного цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очёчник. На потолке расположена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположен USB-разъём. В нише с крышкой находятся USB-разъём и розетка на 12 Вольт. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Кнопка включения парктроников. Кнопка активации камеры заднего вида. Кнопка отключения системы «Старт-стоп». Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, девятиступенчатая. Управление осуществляется с помощью правого подрулевого переключателя. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передач с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем предусмотрен бокс и выдвижные подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Снизу предусмотрена розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится освещение и ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 540 литров. В левой боковине предусмотрена ниша с сеткой. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике предусмотрена ниша. В оснащении багажника предусмотрены крючки для грузов. Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть за рычаг. Сидения второго ряда складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 66 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра, с отдачей 197 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Mercedes-Benz E-класс в комплектации E200 FOMATIC SPORT с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках Дилерский центр Автопремьер. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. До скорых встреч! Продолжение следует...